В Коле сотрудников администрацию увольняют по собственному желанию, вот только не работников, а начальников. Новая глава местной администрации на посту всего ГОТА уже прославилась своенравными, а иногда и противоречащими закону решениями, которые так далеки от проблем народа. До прихода нового руководства Юрий Гуров два года спокойно работал в отделе имущественных отношений Кольской администрации. При новом начальстве чиновник поработать не успел. В день, когда кресло главы администрации заняла жительница Туломы Раиса Рожкова, по словам Юрия, его сразу попросили с работы. После ее назначения в мой адрес поступило предложение о необходимости написания заявления по собственному желанию, в связи с тем, что при избрании на пост главы администрации Рожковой Раисы Николаевны были даны некие обязательства перед некими членами Совета депутатов. Данное место было обещано депутату Совета. Не захотел сам, уволили без объяснения причины. Такая же судьба постигла еще трех работников. Их места тут же заняли приближенные новой начальницы. Не желая мириться, безработный Юрий Гуров подал в суд и выиграл. Теперь ему полагается материальная компенсация за вынужденные прогулы и восстановление на рабочем месте. Правда, ни денег, ни триумфального возвращения он не получил. Это было сказано главой администрации городковой Рожковой Раисой Николаевной в присутствии юриста Чеченина Алексея Сергеевича о необходимости написания заявлений по собственному желанию. В противном случае я буду ждать свои деньги больше пяти лет. На что с моей стороны последовал отказ, но я был все равно уволен. Городская администрация уже задолжала уволенным чиновникам, доказавшим свою правоту в суде, один миллион рублей. Учитывая, что весь бюджет колы около 70 миллионов. Больше всего бывшего работника администрации возмущает то, что если первая леди открыто игнорирует закон, следует ли ожидать от нее реальных дел вместо закулисных интриг. Прежняя чиновница не нашла общего языка из действующих главой муниципального образования. Администрация, в частности, в ее лице не идет на контакт, пытается строить самостоятельную политику. Я не говорю о том, что я должна ее строить, но я считаю, что администрация и глава города должны работать в единой связке. Процентов 70 колян вообще не знают, кто такая Рожкова Раиса Николаевна. Знают, что есть глава администрации, но кто она и что она из себя представляет, фактически не знает никто. Потому что деятельности как таковой нет. А остальные 30? А остальные 30, если что-то и знают, то предпочитают на эту тему молчать. Если во всех городах ТСЖ активно развивается, то в Коле их отныне наоборот ликвидируют. Первое в городе ТСЖ на грани закрытия. Никто не ведет претензионной работы, никто не взыскивает долги нанимателей, не пытаются восполнить деньги, выплаченные уже в бюджет. Тем более долги растут и никто их не взыскивает. И мы поставили этот вопрос на планерке у главы администрации о том, что администрация как собственник должна выполнять свои функции по взысканию долгов. Потому что это влечет за собой долги перед ресурсоснабжающими организациями. То есть ставится под угрозу отопительный сезон, включение в отопительный период. На что нам было заявлено, что нас проще ликвидировать, чем платить нам эти деньги. Да и горожане от такой совместной работы двух глав пользы не видят. С колясками-то вообще невозможно спуститься. Вот видите, как люди спускаются. И вообще что-то такое делается? Ад, ничего не делается. Вы видите, что машины вообще не ходят никакие, не убирают. Мы пенсионеры, мы не знаем. Последнего Осипова я знала, а так не знаю. Не то, что не интересуюсь. Мы не интересны им, они не интересны нам. У них коттеджи, у них там дома на той стороне. А мы как жили, так и живем. Во дворе забито все. И 40 автомашин стоят. Кто руководит городом, горожане толком не знают, как и не знают, кто будет решать накопившиеся за годы проблемы. Дарья Монастырева, Родион Нестеров, Артик ТВ.